Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Burning Daylight Игрушечка новая, это Альфа, будем смотреть, что здесь такое у нас присутствует И, разумеется, ставить какие-то, делать выводы, стоит ли её ждать или нет В данный момент я могу сказать, что она своей атмосферой и вообще визуально похожа на тот же самый Inside Ну, именно на Inside, на Limbo, она очень слабо похожа В, чтобы приблизить, окей У-у-у, окей Так, это наш главный персонаж Кстати, он голый Это нормально? Хе-хе-хе, окей О, можем ходить Окей, идём Видишь, тела, какие-то трупы Он единственный, видимо, остался, да? Живым В этой жести Окей, ладно, пока что ничего не понятно Здесь огромная куча трупов Видено, что какие-то механизмы Работают, видимо, переработка этих Трупов И мы единственный счастливчик, так скажем, кто смог выжить Случайным образом, да? Каким-то как-то волшебным образом мы оказались живы Оу-оу Ага, то есть они за мной охотятся даже, окей жёстко мы голожопой с вами бегаем если чё у и не показалось там что-то было здесь надо осторожно а жесть я уже мог все о чем не получается подняться здесь подниматься не надо просто надо бежать туда вперед на нас ну давай попробуем вроде бы да действительно во вышли видишь из трубов что-то делают такой очень кого-то трупы человеческие используют для того чтобы добывать энергию для роботов это знать как матрица если вы смотрели матрицу поймите чем открываем дверь лишь есть пару дверей заперта но а может быть здесь можно сделать здесь заперто тоже но там свет есть слева слева есть цвет но вы увидите сами да но непонятно что там там дверь или окно почему там свет падает откуда он он чё себя узнать не может ой 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 биги нафиг оттуда да у видимо даже не помнить ничего так попробуем разбить нельзя разбить отодвигаем окей еще раз говорю очень похоже по геймплею как вы видите и по не только по геймплею еще визуально на inside то что главный персонаж голая немножко странно да немножко для меня даже неожиданно но в любом случае голый персонаж игру никак не портит просто немного смущает некоторых зрителей но окей продолжаем мы лишь куда-то вышли к чему идем пока что непонятно но пока интересно слушаю очень даже интересно заметьте что это как я знаю это альфа-версия и что будет дальше эта игра происходить пока что неизвестно вот видишь огромные какие-то механизмы какие-то провода электричество и прочее то есть я не знаю как называет стиль но мне очень нравится прям постапокалипсик какой-то ой 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 все это хранилище растительности ну там видите растение нарисовано койт биохранилище койт и она бишь заперта специально о люди ты кто говорю как матрица смотрите он даже виртуальной реальности какой-то находится в данный момент может выключить нужно ему что-то но у меня не видит ему пофиг в очках виртуальной реальности he will правая правая и правает не знаю что значит а и по стеклу нельзя бегать понял да господи я понял понял а как мне его преодолеть неужели мы сваруем ботинки вот ботинки какие-то разве нет ой очистим он уже мертв эта штука на него упала из-за чего так быстро ботинки есть видишь по стеклу нельзя босиком бегать но видимо мы будем создавать шум нам сейчас дали это наглядно понять то что это все не так просто то есть ты ходе ботинка бегаешь но это шум создаёт лишь нас какой-то эмблема какая-то нарисована я думаю что это мы действительно роботы в этом мире используют людей в качестве биотоплива скорее всего так и есть потому что видели там хранилище биохранилище и скорее всего как раз такие хранилище биотоплива то есть нас мы являемся биотопливом но это предположение разумеется ребят я пока что ничего не знаю сам я знаю не больше вашего как говорится бы как же офигенно стилизована она сделана бёрнинг дэйлайт но даже не конец я же не поверю что это конец здесь только начало на имею ввиду не конец альфа ну да вроде все нормально ну давай посмотрим приехали между дверцы и спереди и сзади есть прикольно мишки то канистры с этим же изображением но это лишь предположение ребят было вполне может оказаться то что совершенно все по-другому в этой игре лишь люди они виртуальных очках я говорю это скорее всего как матрица лично для меня это кажется очень струнки туда в вентилятор засунет смотрите проверяйте ему что-то кажется другое роботы в итоге то его вообще просто используют сейчас бы застрять сейчас бы застрять вы серьезно я не хочу так заканчивать игру блин это какой-то прикол прыгать не могу ничего сделать не могу перекатов никаких нету не это какой-то прикол ребят я застрял ну мы прошли походу это полное прохождение burning daylight ну я не ждал такого бага я не знаю единственный в этом баге застрял или здесь все застревают не только я мужик ну помогай я вижу то что в очках стоишь ну блин сложно помочь что ли какая-то жопа просто и вот я снова здесь короче ребят у меня сложилось впечатление об этой игре скорее всего именно такой же который еще столько что и озвучивал скорее всего мир поглощен технологиями технологиями типа роботами да все играют может сказать в этом виар то есть находится виар и вместо того чтобы проживать реальную жизнь проживают жизнь получается виртуальной реальности и это нашло ой а чё без звука то все дошло все до такого что людям насрать не готовы жить именно так он вишет метро то есть роботы наоборот эволюционировали до того момента что стали можно сказать питаться тем что делают люди видишь робот пошел за мной или не пошел ну то есть люди делают все для этих роботов потому что виртуальная реальность заставляет их это делать то есть в очках они там делают то другое третье четвертое не знаю поняли вы что я имею ввиду или нет так ладно заходим звука нету почему-то я не знаю почему кстати игра очень лагает не только у меня у всех мужику это ревет звук куда-то пропадает непонятно куда что не так с ним так и должно быть интересно ну ладно без разницы главное чтобы дойти до куда ни управляемость тоже конечно не совсем удобно но при этом все легко и просто интуитивно все делается я думаю что мое предположение принципе верно но увидите сами то что все люди они в очках ходят практически никого нет вон даже какие-то чуваки спать ложатся в этих очках то есть действительно скорее всего так и есть не роботы эволюционировали до такого что теперь они питаются может сказать людьми то есть мы может производим для них энергию вот этот знак который у нас на груди был нарисован блин ты чё прикалываешься зачем он к ним ушел то есть что ему это давало непонятно к этому знаку ты лучше под ноги бы смотрел видишь мы куда-то упали канализация здесь уже будет все более менее яснее да потому что сейчас мы идем к стандартному к этому месту если мы сейчас присутствовали вместе более похожим на какой-то склад как я предположил о нифига себе там тело какое-то как я предположил не просто склад а вот именно склад с биотопливом чтобы что чтобы энергия о очки что они делают и в чем смысл очков пока что ничего ни в чем нет смысла у него есть очки но они ничего не поменяли мне ой как все сложно то так нажмем кнопочку я так понимаю это лифт да активирует а здесь нельзя кнопочку нажать оп и чего произошло ничего не работает ну типа выключился генератор моторчик ну да действительно да включим попытка номер два видишь звуки отсутствуют я не знаю почему звуки вообще практически отсутствуют такое ощущение как будто мы находимся в другом мире другой локации в этот момент ни звука лифта ничего нет такого это очень странненько во это уже похоже ну вот я же говорю а мы надели очки для того чтобы делать вид то что мы ой ой у меня замечает сделать вид что мы одни из них но у меня очки видишь горят красным то есть они ничего не изменяют а у них очки горят синим то есть у них рабочие можно сказать очки у меня нет ой 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 они за мной следят они поняли что я здесь видишь они оборачиваются они чувствуют что я не такой как они возможно в их виртуальной реальности я выгляжу как враг какой-то потому что я не подключен к виртуальной реальности да давай откроем посмотрим что здесь открывается могу хоть какую-то открыть а ну то есть мы ищем свою получается да камеру по отпечаткам получается ну ни одна не работает давай поднимемся повыше то есть каждую камеру нужно осматривать ну попробуем каждую комнату не видишь он поднялся выше гораздо я думал просто он к этому чуваку поднимется а вот я не знаю какая у него комната была ага никакая просто повезло нам то что мы увидели то есть открыто окей что мы будем ремонтировать очки ааа вот он их заряжает я вот сейчас и говорю сейчас мы увидим что это дает что дают очки насколько поменяется наш мир штаны бы хоть одел вон штаны же лежат странный какой-то вот видишь абсолютно все изменилось ну хотя бы штаны надел надел можно даже сюда зайти не абсолютно все изменилось но изменилось заметь изменилось конкретно то есть как будто здесь мир процветает и видишь тебя заставляют ходить по этим по этому миру собирать очки в принципе офигенно сделали говорю прям как в этом там как я себе представлял короче мир полностью захвачен машинами виртуальной реальностью то есть весь мир сам по себе уже абсолютно не как бы сказать так не рентабельно смотрится так скажем вещь ужасный уничтоженный какой-то но при этом как ты видишь всех все устраивает потому что в их виртуальной реальности все все немножко иначе как нежели в реальной жизни ну это как дополненная реальность если кто не понял здесь не полностью виртуальная реальность как видите а именно дополненная видишь как все светится какие яркие цвета но самое интересное что меня не замечали вот что странно то есть в очках меня большинство людей не замечало почему-то почему они меня не замечали видишь 11 очков уже заработали ты кто такой тоже в очках я надеюсь смотри мне мне придется пожаловаться если ты снял их так какая-то ошибка мне не хватает видимо очков я так понимаю да но вернемся посмотрим здесь ничего сделать не могу ну прям мир будущего слушай может быть с этим чуваком поговорить эй братан есть очки мне пару очков там не хватает не знаю что там почему не получается может быть надо было еще раз нажать вообще не как будто вообще здесь можно что-то сделать ну вообще стиль вообще крутой давай еще раз нажмем не хватает чего-то диссуффициент фунт диссуффициент фунт что это значит как будто я знаю что значит диссуффициент фунт а во во и с нём получаем еще очки во я же говорил теперь хватает на самом деле я так и знал что его нужно было ударить но видишь сразу нельзя было ударить только когда мне написали это то что у меня не хватает очков но мир действительно выглядит красивее когда вот эти вот всякие баннеры присутствуют гигантские он выглядит хотя бы живым да я думаю что вы со мной согласитесь этих баннеров не было он выглядел мертвым благодаря очкам может казать люди себя чувствуют более менее в действительности ты вообще мертвая все так очки здесь забираем очки здесь забираем я вот не знаю правда к чему он идет наш персонаж что он вообще хочет сделать то хочешь понять кто он такой или что но видишь мы хотя бы знаем то что мы были на помойке то есть нас все таки компьютеры я думаю мое предположение окажется верным используют как какое-то топливо биотопливо плакан плей вставь и играй или как это переводится такое ощущение как будто звуков действительно не хватает что происходит а что если я так же выгляжу как это вишня то есть они его бьют видели да потому что за него дают очки то есть виртуальная реальность может сказать заставляет избить его потому что все хотят очков все понимают что за вот эту вот вишенку дают очки и все занимаются этим потому что для прохода в определенные части для определенных штук например там для еды для веселья нужно будет очки собирать а быстрее всего их собрать как раз таки избить этого чувака ой ой как лагает блин пипец ребят у меня топовое железо лагает такое ощущение как будто я играю на пентиум 4 хорошо ладно собираем дайте пройти пройти дадите мне и мне кажется что меня тоже будет видеть таким же то есть мы что-то узнаем мы что-то нарушим и в итоге меня будет видеть таким же вишней не хватает очков иди бей вишню говорят если хочешь пройти дальше вот это что такое за мусорки виртуальные мусорки эй вишня привет мне надо тебя избить для тебя дают много очков есть тут речка ну видишь теперь можно пройти спокойно мне показалось или девушка была без очков не с очками видишь тоже целый мир такой это на 50 процентов киберпанк потому что киберпанк это когда полностью меняешь не полностью когда можно поменять видишь на заднем плане что происходит сцены 18 плюс здесь вообще вся игра походу 18 плюс будет но в любом случае это очень стилистично сделано стилистика прям так и прет здесь тоже люди может быть можно их это тоже с нищим получить или они тоже так получают таким образом очки ну типа создавая потомство типа создавая потомство ты а ой ой видишь выглядит так как будто здесь стена а здесь не стена нифига это просто в виртуальной реальности у тебя так сделано я говорю создавая потомство ты просто создаешь еще так скажем больше топлива для этих роботов это лишь предположение опять таки я думаю что по прохождению этой игры мы так и останемся на самом деле на предположениях ой это кто такие это реальные люди вот смотри смотри тот самый робот который офигеть ему поклоняются ему поклоняются этому роботу который умею мы видели внизу таких там было много очень ну действительно вот они даже положили кого-то жиробаса это реальные люди видите не без очков они и отбиваются типа тем самым что типа забираете этого тело этого мужика пожалуйста не трогайте нас как думаете что произойдет мне кажется он еще заберет это эти тело и потом еще их всех захреначат это евреи да какие то получат они здесь все религии не только евреи видишь крестики всякие тоже стоят христианские здесь все религии заметь то есть все религии объединились в одну чтобы поклоняться этим машинам ой какая жесть происходит и живут более менее чувствуют что живут ну то есть это иллюзия те кто находились до этого в том мире ну то есть в той локации в которой можно нормально ходить в этих очках и сколько всяких этих фотографий могилок и прочего да уж очень круто сделано и вот сердце видимо этой машины не понял я не понял это типа а для чего они стоят из них типа питание идет скорее всего с них как раз таки и получается вот они как являются батарейками с них забирается видимо жизнь как мне кажется просто сейчас именно выглядит почему-то так как будто они тоже в виртуальной реальности а может быть они тоже в виртуальной реальности может быть как раз таки на них надеваются очки и питание благодаря очкам идет то есть забирается какое-то то ли тепло то ли еще какой-нибудь какая-нибудь вещь из человека но при этом человек находясь в очках ему кажется что он какую-то какую-то важную вещь делает не знаю это что такое ну нажимай а он тоже присоединился к этой штуке а зачем офигеть а офигеть ну ну очень круто слушай я не знаю вот действительно можно лишь предполагать о чем эта игра к чему все это ведет то есть он действительно уничтожил сейчас как-то машину я не знаю каким образом за счет чего он сейчас ее уничтожил с чего он узнал то что именно так нужно делать от того чтобы освободить людей так скажем вот гнета гнета машин гнетания включится свет заметьте смотри я не могу туда пройти или могу просто нужно что-то сделать ну просто он как будто не идет туда потому что холодно видишь говорит не холодно не пойду а где куртку то взять тебе в коробках туда тоже не идет чувак куда ты хочешь то идти ты уж определись холодно ему видишь ли не ну нам нам только туда остается идти куда еще то он не хочет туда заходить может быть что-то включить нужно где-то кнопка есть я просто не вижу ее вот кнопка действительно а я даже не видел то есть я случайно что заметил видишь склад какой-то всякая мифология да религия динозавры вон но все из музеев видимо все собрали в одном месте анубис сфинксы всякие египетские вон древнегреческие статуэтки афродита короче круто и все здесь находится типа окей или это Адама Ева какой-нибудь видишь сколько здесь этих мертвых тел скелетов а что если мы сейчас думаем что мы уничтожаем да компьютер а на самом деле это иллюзия офигеть красиво вообще это знаете как игра была куб 2 там в принципе такие же локации были красивые и деревья тоже но я не думаю что это эти игры связаны хотя по сути и там был какой-то искусственный интеллект и здесь тоже самое шкафчики или что это такое воу это кит живой нет не живой ну как будто замороженный да получается то есть прям в прозрачном таком получается в твердом состоянии находится это вода ну замороженным либо не замороженным не знаю как это назвать это как гигантский музей прям получается всего живого ну вы слышите как музыка лагает а это ячейки для людей или что действительно какие-то странные места здесь а ну-ка на лифте давай попробуем на платформе на платформе она сама отправляет окей интересно ну куда вот что вопрос медузы да techno видишь когда бежишь заметили да музыка пропадает Вот и люди Видишь здесь все стадии Наверное Образование человека получается Или не все стадии Просто какие-то определенные Определенные стадии И вот наш Это мы И что он его разбудит тоже Неужели здесь идет инкубация какая-то определенная То есть Теперь человек-то Не человек мне кажется нужен То есть мы видели с вами сцены Которые по сути это подтверждают Конируй В любом случае может сказать уж наверняка Что этой игре требуется Оптимизация максимальная Но здесь видишь все сохранено То есть полная идиллия с природой Нет людей Нет животных Но все Как надо Природа просто Расцветает Процветает Ладно Ну видишь сколько всяких деревьев гигантских Ну я так понимаю Я не знаю То есть Ой как сложно да Все красиво Все интересно Все классно Но при этом ничего не понятно Догадки определенные Конечно строить это интересно Но хочется уже понять Наверняка К чему все это ведет Это что такое Кресло какое-то Там человек какой-то А заметь То что он такой же Как и я У него тоже Эта эмблема есть А И что это значит Он какой-то главный Здесь Он старый уже То есть должен быть кто-то Кто этим всем управляет Видимо Правильно я понимаю То есть Я Должен стать этим кем-то Или что Или что Ноги уже все Отнялись у него ноги И после этого ведь он умер Ну его время пришло Видимо А это что такое Яблоки Все что ли Это вся игра Это то есть не альфа Это действительно вся игра Ну на самом деле Офигенно сделано Офигенно все Реализовано Но при этом Ничего не понятно Ну я в принципе Предположил Свою точку зрения То что выбрали Какого-то определенного Человека Эмм Не Вообще изначально Я друг по-другому думал То что все порабощено Эмм То что Этот чувак чудом Остался жив И в итоге пошел По какому-то непонятному пути Разбираться Что же вообще Вот такое происходит Но сейчас у меня Такое чувство Что именно этого чувака Оставили у живых Специально Выбрали его как Главным В плане того Чтобы Он дошел до конца И уже начинал Управлять этим всем Но может быть По-другому То есть он уничтожил По сути машины Ой Или это все Ему кажется То что он Действительно Чего-то достиг Потому что он надел очки Потому что когда он надел очки Скорее всего Начало происходить Вот это вот Непонятные вещи Что в итоге Привело к тому Что Ему показалось То что он все уничтожил То что он сделал все красиво Очки Не стоило надевать Вот мой Мое единственное мнение Здесь слишком много Видишь всяких вопросов То есть Одна сцена Это то что Нам показывают Что Наш персонаж Появился в каком-то Непонятном месте Один С кучей трупов Просто миллионы Трупов Да там были Я предположил Что Полностью машины Захватили Да полностью Весь мир Потом Нам показывают То что Люди живы Люди все Нормально себя чувствуют Только они ходят в очках И типа Управляются В какой-то системе Постоянно находятся То есть Для того чтобы выживать Им приходится Типа Не работают Да я так понимаю Ничего таки не занимаются Они просто То что Требует от них Тот самый виртуальный мир Они то и делают Третий вариант Когда мы уже В следующую локацию переходим Мы видим Как Есть другие люди Есть люди Которые Не хотят Той жизни Что Как живут Предыдущие люди Которые ходят в очках И они сняли эти очки Но Эта машина Мне понравилась Видимо И они ушли От этих машин Но все равно Приходится Отдавать подношения То есть Они специально Раскармливают Определенных людей Чтобы Эти машины Чтобы подавать Этих людей Раскармливанных Этим машинам Чтобы они насыщались Видимо Энергией Ну и избрали Эти машины Как определенное Божество Вот как Это все Я вижу По крайней мере То есть Люди Те кто Отказались Можно сказать Работать на Вот эту всю Систему машин Они в итоге Как вы видите Все равно В какой то степени Порабощены И находятся Под контролем Если они не будут Разумеется Верить В эту машину И подношения Какие то давать То разумеется Машины их уничтожат В конце Мы надеваем Эти очки И мы видим Как мы уничтожаем Всех машин Все машины То есть Мы все Видим Какой то рай Невероятный Все прекрасно Волшебно И классно То есть Мы супер очки надели Но При этом Это может быть Два варианта Это реальность И мы просто пришли Можно сказать К концу К тому Что мы действительно Стали единственным Кто остался Ну или по крайней мере Лучшим Из лучших Кто Смотрит на всех С высока Либо вариант Того что Мы не на кого Никого не уничтожили И это все Виртуальная реальность Для того чтобы мы Чувствовали что Да скорее всего Так и есть Ребят То есть Мы надели очки И нам кажется Что вот Мы находимся В раю Мы едим яблоки Мы сидим Мы сидим В красивом кресле Вокруг природа Птички Поют Да Красивые места Просто сиди И наслаждайся жизнью Ну а на самом деле В это время Машина забирает Все наши Ресурсы Жизненные Я считаю Что так Это как матрица Если кто смотрел Матрицу И более-менее Ознакомлен с ней Со всей вселенной Целиком Тот знает К чему это все ведет То есть Это так же Идет Какое-то Получение энергии От человека Ой классно Заставило меня Подраздумай Как Раздумать Раздумить Короче вы поняли В раздумье Меня забросила Эта игра Интересно сделали Но немножко лагает Нужно оптимизировать Разумеется Я думал Только альфа Но Я думаю Что это действительно До сих пор думаю Что это альфа То есть Нам показали Весь концепт Самой игры А Вся версия Этой игры Полная игра Выйдет уже В этой вселенной В этом мире В этом концепте И там мы действительно Будем сражаться Видимо с этими машинами Но я так думаю Все разумеется В кавычках Я в этом не уверен Ладно ребят С вами был Лекс Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Не забываем подписаться Паблик контакте Ссылка в описании Шапка на это была игра Burning Daylight Она сейчас бесплатная В стиме Можете любой Кто из вас хочет Скачать И опробовать Так же как и я Спасибо всем за просмотр И всем добро